Алтай Алтай, Родина, это самые высокие слова, которые есть для меня. И они были для многих наших земляков. Вот что удивительно, да, почему-то все, кто родом с Алтая, безумно любят Алтай. В нынешнем году исполняется 30 лет со дня нашего знакомства. В один из золотых октябрьских дней мы оказались неподалеку от Девногорска. Места удивительной красоты, золотая осень, день, теплый. Шли натурные съемки для фильма об ансамбле «Танца». Вот тогда я впервые погрузился в реалии съемочного процесса. Вторая наша встреча произошла на пикете. Снимался фильм о Шукшине. И опять команда Кузнецова. Да, здесь на экране сейчас кадры как раз моей родной деревни. Село Никольское, Советского района. Это совсем недалеко от Сросток, где родился Василий Макарович Шукшин. С нашей сотки видно гору Сростенскую с памятником. Так что это место, где я появился на свет и место благословенное, место, которое я очень люблю. Всегда люблю туда приезжать. И родина есть родина. Что бы там говорить. Я много жил в каких городах? Я жил в Москве, в Подмосковье. На Свердловской киностудии работал. Жил в Красноярске много лет. Каждое лето практически я приезжал сюда, на родину. Почти каждый год я приезжал. Не пропустил, мало пропустил в Шукшинских кинофестивалях. Почти каждый год я сюда приезжал. И здесь у меня родственники. У меня отец еще жив, слава Богу. Ему уже 87 годиков, Сергей Матвеевич Кузнецов. У которого мы с вами бывали когда-то вместе. Так что всегда скучал. А потом получилось так, что я работал в Красноярске. Я работал в команде генерала Лебедя. И Лебедь погиб. Как бы всех стали, как обычно, всех на всех менять. И мне предложили приехать сюда. Предложили здесь работу на Алтае. Я с радостью за эту возможность ухватился. Потому что давно мечтал вернуться на родину. И так вот я в 2002 году вернулся на Алтае. И с тех пор я здесь живу на Алтае. Работаю. Чему несказанно рад. Я был знаком и с Валерием Сергеевичем Золотухиным. Который тоже всегда помогал всем, кто с Алтая. Я помню, когда я пришел первый раз в театр Антаганки. Еще будучи студентом в ГИКа. И когда мы с ним так случайно пересеклись. Разговорились. Я сказал, что я с Алтая. Это было, конечно, все. Он меня там потискал немного. Тем более узнал, что мы вообще практически с ним. Буквально 70 километров от моей деревни до Быстрого Истока. И даже в зале, когда во время спектакля, он так... А здесь в зале присутствует будущий кинорежиссер, мой земляк. Я там сидел где-то на галерке. Он заставил меня подняться. Вот. Все так на меня с любопытством посмотрели. Потом я уже в театр Антаганки ходил. По всем их там этим подвалам с трубами. И в кабинете у любимого он меня... А его звали Домовым тогда, Валерия Сергеевича. Он там дневал и ночевал. У него там всякие проблемы тогда были личные. Вот. У него он в своей гримерке там и ночевал. И его звали Домовым. Он, то есть... И днем, и ночью там был в театре Антаганки. И, конечно, вот эта поразительная любовь к Алтаю, поразительная просто в своей исключительности любовь к людям, жителям Алтайского края, да, к землякам. Оно и Шукшину было присуще, и Золотухину, и, наверное, всем, кто с Алтая. Это вот какая-то такая черта. Не знаю, чем она обусловлена. Владимир Сергеевич, наш земляк, много лет возглавлял киноцентр на Алтае. Документальные фильмы, снятые им, становились лауреатами, получали престижные премии. Он великолепный рассказчик, располагает уникальнейшей информацией. Так давайте же послушаем мастера. Дело в том, что он жил в Овсянке, Виктор Петрович, в это время, и писал роман про «Клято убитым». Мы дружили с Астафьевым давно, с фильма «Плотина», когда он и Распутин, Крупин приехали, услышав про этот фильм. А меня уже тогда прессовали очень конкретно ребята в штатском, так скажем, да, вот, искусствоведы в штатском. И практически я уже готовился к отсидке за так называемый антисоветский фильм «Плотина». Саяно-Шушинская ГЭС в ближайшие 20-25 лет будет забита доверх, его. То же самое произойдет с Катунской ГЭС. Мы знаем в истории мирового гидростроительства, когда в Америке 14 плотин стоит забито доверх. Это просто болото. Не знаю, что с ними делать. Идем по этому пути. Что такое вырубить лес? Вырубить один гектар соснового ангарского леса это потерять 30-40 тонн кислорода. Это год работы одного гектара приангарского леса. Поэтому каждое дерево должно клеймить и стоять государственный знак охраны среды. Потому что на его выращивание, на его создание затрачены все творческие способности Вселенной, чтобы вырастить дерево. И когда, а был уже 86-й год, гласность, перестройка, вот, услышали об этом фильме, писатели приехали, посмотрели фильм, написали письмо Горбачеву. От меня тогда, как бы, немножко так отвязались. Потом фильм, правда, пошел по всем кинофестивалям международным, забывал кучу всяких призов. Ну, дело не в этом. Мы познакомились с Виктором Петровичем Астафьевым, подружились, так скажем. Как-то так вот случилось, что много лет мы и Новый год вместе встречали. И часто я бывал и в Овсянке, и много с ним задушевно разговаривали с Виктором Петровичем. И так вот получилось, когда он стал писать роман про Кольт убитый в Овсянке. Во-первых, Овсянка на берегу Енисея, вода холодная, и от нее пышет просто вот холодом, летом. А у него легкая прострелянная, у Виктора Петровича, он контуженный. Ему никак не, как бы, трудно давалось вот летом переживать вот эту пору. Она очень богатая была, поскольку земля такая у нас за горами. Река была полной рыбы, тайга вокруг полной зверей, пушнины, золото, значит, все. Рожила здорово деревня. И поэтому город рядом, значит, все это продается, так по зимнему пути особенно, дрова там, лес, все-все-все продавалось, пушнины. Я говорю, и родням, все, кланами кланами, и гулять, и драться, конечно, так, в сибирске. Ну, а потом, в прощенный день, вот я жил здесь, значит, осела, изменилась, избана была. Там же приходишь, бабушка Катерина, расти уж, что не так, да уж, что там, девка? И пошел, и пошел, значит, песенная, гулевая деревня была. Она сейчас вся разъединилась, вся отчужденная друг от друга. И он попросил меня, Володь, слушай-ка, найди, говорит, такое место, чтобы был сухой климат, и чтобы меня там никто не знал и не трогал. Но я позвонил сестре, Татьяне Сергеевне своей, говорю, Тань, вот так и так, Виктор Петрович Астафьев. Он, с радостью, говорит, прямую выделил ему комнатку там в деревне. Вот. И он два лета подряд писал роман «Проклятый и убитый». Он прилетал на лето, потом улетал, писал там роман «Проклятый и убитый» фильм тогда, мы снимали фильм, который назывался «Жизнь на миру». Там жил Валентин Курбатов в нашей деревне. Это были, во-первых, удивительные вечера были. Астафьев в голосе, он прекрасно пел, и он говорил, что если бы он не стал писать, он бы стал певцом. Это на самом деле так, у него был замечательный голос. И приходили моя сестра Пивунья, есть еще несколько там учительниц, которые прекрасно пели. И по вечерам это был такой замечательный просто концерт. Потом еще приезжал из Австралии певец-бас Александр Шахматов. И вот мы такими вечерами устраивали там посиделки. И на самом деле никто не знал в районе, что Астафьев живет в деревне. И уже буквально два дня ему оставалось до отъезда. Каким-то образом там узнали районное начальство. Смотрим, кавалькада там черных волк летит. Они мне все знали, давай мне там, ты что, почему ты нам не сказал, что Астафьев здесь у вас в деревне? Ну, в общем, попеняли мне. Ну, хорошо он отработал. И я видел, конечно, как он писал этот роман. Очень тяжело ему давался роман «Проклятый убитый». Очень тяжело, потому что ему приходилось погружаться в тот материал. И он выходил когда, да, вот, из этой комнаты. Это как будто он вышел из боя. Знаешь, смотрели, смотрели, надо же окружать. Чего они сидят-то? Раз, окружили 10 дивизий, Корсунь-Шевтенковская группировка. Ой, какое мясо. На этой Корсунь-Шевтенковской. Господи, господи. Есть пояс «Пастуха-пастушка» написано там. Это просто мясо вот последние дни. Это просто... То есть, это воображение не поддается. Это только это. Хорошо, что молодые были, как-то ветер в голове. Но чтобы этого никогда не было нигде. Потому что я сейчас смотрю, уже такие поколения пошли, которые бы не прочь повоевать. Они просто не знают, что война сейчас будет 400, может, 4000 раз страшнее, чем была наша. А страшнее уже, кажется, мне быть не должно. Было понятно, что он все это переживает, пропускает через себя, через свое сердце. Это было, конечно, очень тяжело смотреть за Виктором Петровичем, потому что на самом деле человек пережил войну еще раз, наверное, когда писал этот роман «Проклятый убитый». Вот так в деревне два лета он приезжал с внучкой, с Полинкой, она там такая, извиняюсь, это три пацана, наверное, заменит одна, Полина Астафьева, внучку Виктора Петровича, так как дочка у нее умерла, и на их иждивении остались внук Витя и внучка Полина. Мы ее там, то она на конец качет, то она в речку залезла, там выгнать не можем, то, в общем-то, сейчас она актриса в театре имени Пушкина в Красноярске играет, выучилась, выросла. Так что вот с Виктором Петровичем так судьба связала, и до последних дней я был одним, наверное, из последних, кто был у него в больнице, перед тем, как он ушел из жизни. Не было денег, чтобы нанять сиделку, и мы, друзья, скидывались, чтобы на сиделку нанять, чтобы с ним сидела по ночам, разговаривала сиделка. И в последнюю ночь, перед тем, как похоронить его, гроб стоял в доме, и мы у гроба сидели с Алексеем Петренко. Я никогда не знал, что он прекрасно поет псалмы. Актер знаменитый наш Алексей Петренко. И он всю ночь у гроба Остафьева пел псалмы. Это было, конечно, тоже незабываемо для меня. И после того, мы вот когда с Петренко встречаемся, мы всегда вспоминаем эту последнюю ночь у гроба Остафьева. А здесь на Алтае жил фронтовой товарищ Виктор Петрович Петр Николаенко. Царство ему небесное, уже нет его в живых. Он жил в деревне Червова. И я успел еще при жизни отснять материал. Вот у меня сейчас лежит очень интересный материал. Очень хочется сделать фильм о фронтовой дружбе Остафьева и нашего земляка Петра Николаенко. Потому что Остафьев жизнью был обязан ему, потому что раненого, контуженного Остафьева с поля боя вынес как раз Петр Николаенко. И он описан как раз вот в романе «Проклятый убитый» под одним из вымышленных имен. Но это вот как раз тот самый Петр Николаенко, который тащил на себе Остафьева. Остафьев, извините меня, так скажем, довольно-таки грузный человек. Он высокого роста, крепкого телосложения был. Вот Петр Николаенко вынес его с поля боя раненого. Спас его. Так что и дружили они практически тоже до последних дней. Петр Николаенко прилили. Это вообще удивительный человек. Вот у него кулак, это два моих, два с половиной моих кулака. Вот. Огромный. Он рассказывал эту удивительную тоже историю, да. Как он пришел с фронта. Пришел с фронта, а у него жена красавица. Когда пришел, она ему стала жаловаться, что говорит, а он с украинским таким говором. Вот говорит, рассказывает он. Председатель калгоспу, говорит, приставал к ней. Она мне пожаловалась. Я зашел. Ты чего тут до моей жинки чеплявся, да. Вот. Он там, говорит, что-то начал бормотать. Я его взял и в окно выкинул. И зажурився, что-то зажурився, так сел у телефона. Сижу у телефона. Тут звонок. А ты кто такой? Да я хронтовик. А где председатель? Да нема председателя. А где он? Да я его в окошко выкинул. За что? Да он до моей жинки чеплялся. А, ну ты будешь председателем. И вот он до самых практически чуть не до смерти проработал председателем колхоза. Редактор субтитров А.Семкин